Бегов, у них 88% винрейт на Dusty, вроде бы все неплохо, но, может быть, Сеня, старый добрый Сеня, сейчас найдет причины поверить в CloudOff, помимо того, что это просто Cloud9, и они по рейтингу выше, чем B.I.G. Ну, я не знаю, если честно, прям каких-то таких супер причин нет, только, когда ты готовишься к бегам, ты должен понимать, что будет Dust, и ты должен постараться его выиграть за счет чего-то. Ну, Cloud9 могут выиграть за счет Shira, как бы, и за счет Axel, да, вот ты говорил, Axel топовый игрок в рамках турнира, Shira, как бы, это один из лучших снайперов, которые, опять же, очень важны на карте Dust2. Но, как оно будет, не знаю, беги, конечно, если оверпасс выиграли в хорошей форме, поэтому, как бы, сейчас с их стороны, это, как бы, их карта, переживать не о чем, надо просто делать все по максимуму. Не проверили Axel в яме, он делает два минуса, Тапсон падает, и, соответственно, тактика заруинена. Тирсон красный, правда, на B плент выходит Кримбо, а здесь почему-то Ашира провтыкал, видимо. Он на себе сейчас держит нижнюю Т-шку, верхнюю Т-шку, Кримбо в итоге с Глоком видит КТ, но понимание все-таки должно быть у них, да, то есть, что в Т-шке может все-таки находиться оппонент. Кримбо, оп, чекает, ставит хэт, дал инфу, Shira красный. Shira теперь, в жизни факт, что сможет, на фаня влетает, тем временем Shira погибает от Сирсона, и ситуация 2 в 3. Ну и приняли инфу, конечно, Сирсон с тиммейтом, понимает, что, значит, 2 под B и 3 где-то, может быть, идут теперь на зиг и попробуют хотя бы установить бомбу. Но здесь на фане, он уже занял позицию на рампе, и у него все должно быть хорошо в этом приеме. Сирсон на 4 хп, успевает проскочить в сайт, дает фейк, ожидая, что на фане будет пушить, но сам под него открывается. На длине фишка была в том, что яму беги проверяли, но игрок, который это делал, проверил ее в прыжке, и каким-то образом Акселя не заметил. Мы видели это из глаз Акселя, и, по-моему, он видел, ну, это уже поздний момент. Вот опять нам не акцентируют внимание на самом важном. Ну, потому что, окей, там, 2 фрага от Акселя, это хорошо, но почему он их сделал? То есть, каким образом человек не увидел яму? Он прыгал, он туда смотрел. Вот этот вопрос, конечно, интересный. Ну, там, понимаешь, в чем, почему? Потому что он сидел в самом уголке, в самом-самом. А, соответственно, игроку, они, ну, по своей тактике, я так понимаю, они не хотели просто туда прыгать, в эту яму, потому что боялись, я не знаю, игрока на картинке, игрока на гусе, который там прямой. Они вообще какой-то там пытались друг на друге бус сделать. Хотя, честно, ну, непонятно, почему эти 2 игрока просто в яму не полетели. И если там кто-то есть, разменяйтесь. Если нет, окей. Но вот они, идея была вообще на старте, там, непонятно, что сделать. И в итоге, как бы, игрок прочекал, но он чекал из-за того, что они не хотели палиться, как бы. Он чекал под кривым углом. И вот эта позиция в самом-самом уголке в итоге для Акселя сыграла в плюс. Акселя сыграла в плюс. Табсон накидывает смачок на Б, пытаясь сместить игрока с центра, наверное. Может быть, дернуть кого-то с А, чтобы Тизиан дал этот килл. Тизиан идет на контакт. Хорошее попадание. Но второй-то также на рампе. Вот, скорее всего, второй будет для него приговором. Табсон выходит. Его с тачки должны забирать. Но попытка не пытка. Не самый худший розыгрыш. Момента 2 в 4. От бегов. Но все закончилось еще, как мне кажется, на этом моменте. Во-первых, Нафанни поджал верхнюю темку. Во-вторых, Хоббит дал два фрага в нижний. И таким вот незамысловатым образом Cloud9 взяли себе и второй, и, соответственно, третий раунд. Ведь теперь у Биг нет экономики. Атака занимает Пальмо. Ребята бегут в направлении Зига. И пытается пройти на Хоббита. А тот не принял инфу от Медла. Каким-то образом. В итоге пять игроков с глоками для него просто оказались серьезной неожиданностью. Кризма с темкой забирает актилепата. И при этом Нафанни. Это раунд с глоками, чтобы вы понимали. Ситуация для Шира в меньшинстве. Забирает Фавена. При этом все-таки Кримбо М-ку еще раз реализовал. Это уже трипл-кил от Кримбо. Ну и в конце концов Интерс один против двоих. Интерс словил Кримбо. Это ошибка, конечно. Подставился только что у нас игрок атаки. Тизиан эту М-кучку подобрал. Но Интерс знает, держится оппонент и тащит клащу. Просто. Строго, хладнокровно, уверенно. Тимофей Якушин. Конечно, остался на девяти хп, но свою работу сделал. Да, Хоббит так далековато. Конечно, его занесло. Но на самом деле пять в два в какой-то момент были беги. А вот сделали бы они эко в прошлом раунде. Закупились бы сейчас. Вот это было бы для них и правда хорошо. Но появится Хоббит. Он рад, что Интерсу все-таки удалось выиграть клащ один против двоих. Конечно, в противном случае было бы немного неловко. Удар по экономике Клоудов, конечно, есть. Но не критичный. Это тоже важно. Понеслись у нас беги вообще вчетвером на Темку. Верхнюю в свою очередь. Клоуд Найн занимают вражеский центр карты. Поджимается вплотную. У нас Хоббит с нижней справляется на фане. В этот момент попадает Абай. И самое главное, чтобы Интерс сейчас справился с этим выходом. Абай базу не было смока на ворота. И несмотря на отъезд от Интерса, все равно до раскрытия дыма у нас открывался Сирсом. Так что теперь Клоуд Найн, конечно же, в преимуществе по шансам. Кушатся здесь Молотов. Начинает со стороны верхней Темки уже накалять обстановку Хоббит. Еще немного попадая по Кримбону, у которого 9 хп. Так что все здесь должно быть на плечах Фавна. Накидываются флешки без лишних церемоний. Выходят у нас ребята. Фавн делает 2 кила. Но даже это не то, чтобы Кримба дарит шансы. Клачер, он, конечно, серьезно, чертова 9 хп. Как раз-таки этот момент лишит Кримба хоть каких-то шансов на успех. Счет 4-0. Есть контрмеры от Клоуд Найн. Не стоят они в АФК, не что-то делают по карте. И как раз с этим Бига может быть сложно справиться. Потому что очень многие дасты, которые я комментировал, были под диктовкой прямолинейности. Биг любит играть команда, Биг любит играть вместе. Как сейчас-то было. Просто 4 верхняя, 4 зиг. Там 4 длина. Пытаются играть большинством. И возможно, благодаря этим контрмерам, Клоуд Найн, благодаря поджимам, подобные тактики будут у Биг разваливаться. 4 у Клауд. Продолжается противостояние. Основа бай от Би и Джи. Интересно, подсадка чекает нижнюю темку. Понимает, там никого нет. Поменял позицию, проверил центр. Но там смог. Вблизи под воротами играет Хоббит. Слышит перемещение в нижней темке. Дает инфу на Фане. Биги откидывают штатную гранату в ворота. И занимают Зиг. Быстрый. И в меру агрессивный дефолт от Бейджи. Хорошие хаешки, кстати. На Зиг полетели. Потеряли Биги. Чуть-чуть своего ХП. Аксель падает. Снайпер промахнулся. Аксель остается на позиции. Но при этом Фавн все равно выходит. Три игрока у Клауд. При этом снизу. Но есть Лонг. И как раз-таки этот Лонг сейчас заходит в спину. Ой, как мало шансов у Фобби. Так, Тизян в итоге сделал свой минус. И докидывает, конечно, до гранаты, чтобы самому пройти. На Фаня. Ну, тут или врыв под флешку. Или как-то так. Да, флешка полетела. В итоге все слипы. Сирсон как-то на Фаню ухитрился отстрелить. И, естественно, Широс с Интерзом должны уйти на сейв. И вот раунд взят все-таки Бейджи. Хотя, опять же, были прочитаны Биги Ц9. Знали, собственно, куда их оппоненты идут. Но ничего сделать не смогли. Ну и снова прямолинейность и давление большинством. И наличие, конечно, люркера. Злины, который тоже зарешал. Интерз и Широ будут сейвиться. Да, темповости бегом пока на Дасте не занимать. Еще раз мы вот возвращаемся. Представьте, Фурию на карте до Даст 2. Да, у них был такой опыт неприятный. По-моему, в прошлом и в позапрошлом году они играли с героик. И там все как-то дошло до Даста. Потому что ни та, ни другая команда решила его просто не убирать. По-моему, героик даже пикнули. Но в целом, мне кажется, их стилю эта карта хорошо бы подошла. Так, Сирсан. Хорош, хорош. Ну, то есть для снайпера на такой дистанции ноу-зум это не что-то экстраординарное. То есть снайперы мирового класса должны такое просто брать. Я недавно залетал, ну так, чисто почекать на стрим к Вандерфулу. И там он как раз тренировал на карте Аймботс ноу-зумы. Причем на очень дальних дистанциях и попадал он стабильно. Этот момент можно и нужно тренировать. Бобби. Снова эмоции, жестикуляция. Жаль, не показали от кого пауза. Вроде бы логичнее. Хотя даже непонятно от кого логичнее. Сейчас такие времена после выигранных частенько тайм-ауты прописываются. Особенно если речь идет о биг. Довольно нетипичной команде. Болельщики наполняют зал. Начинается раунд под номером 6. Закидывается длина. Здесь два игрока Cloud9. Пытается Тизиан проскочить за синий, но он красный. Сейчас сюда залетит или молотовый хаешка. Да, конечно, и молотовый хаешка была потрачена. Тизиан за синий проскочить не успел. Большинство Cloud9 начинают этот раунд для себя. Атака на Зиге. Откидывается коктейль молотова. Но при этом на центре стоит Кримба. Возможно, будут фейковать. Но вчетвером фейкануть будет трудно. Поэтому отходят назад. Ну, что сплит в очке А. На пальме два человека. Бомба останется на Зиге, судя. А нет, он дотянул тоже отходит. Ну, Акселя придется прорывать. Посмотрим, получится ли он стоит слева у створки. Тут обычно флэш должна лететь. Показывайте нам длину. Вот она. Аксель. Ловит первого. Будет второго. Ну, конечно, без флэшки выходить. Такая себе история. Тем более еще и в меньшинстве. Надеялись, видимо, что в какой-то другой позиции будет находиться Аксель. Эта флэш не нужна. Кирсон его подловил. Но он, по сути, в соло против четверых. Соответственно, это довольно простой пятый раунд для АЦ9. Так как? Как Нафанни здесь живет? 15 кп у него остается. Снова какая-то непруха небольшая. Сирсона. Что такое флоп Арсений? В переводе с английского. Флоп. Сеня, за тортом ушел, что ли? Нет, нет, нет. Я здесь. Я с тобой, Кость. Так, флоп, флоп, флоп. В переводе с английского, Сеня. Вейкап. Что это такое? Флоп? Флоп. Не знаю, дружище. Но для тебя я открою гугл. Я думал, у тебя с английским все в порядке. 5-1. Ну, более-менее, но флоп не слышал. Да? Там просто... Ну, ты за трансляцией не следишь, но там фанат сидел у нас в зале. И показал майку, и там была надпись. И поэтому я спрашивал. Ну, это сложно как-то дело. Просто флоп было? Завязать. Нет, констоп дэ флоп. Интерс со вторым авиком пока отыгрывает на Б. Делает свой фраг. Здесь пытаются как-то резко и прямолинейно БИГ выпасть. В этом направлении пошел Аксель поджиматься. О, это имбовая подсадка, кстати, которая работает частенько. Но вот на ББ и так и не получилось. Плюс ко всему получают для себя шикарный бонус Клоуд Найн. Выбитую бомбу. Сирсон, конечно, широ щелкает на длине, но... Дела легче убег не стали от этого. Скорее даже наоборот. Все-таки бомба лежит здесь. И теперь, по сути, бегам в атаке нужно выбивать Б-плэн. Как вам такой поворот? Да, время... Да и то, ну, время на них давит. Потому что 40 секунд, и бомба как бы стоит 40 секунд. И, по сути, нужно делать ретейк. А денег в следующем раунде нет. И, наверное, нормальным решением будет просто сейвиться. Накидывается сейчас дым. Ну, попробую сейчас еще под эту бомбу сыграть. Дым дымом. Пытается нашить вдаль. Но, судя по всему, сейвят. Так вот, флоп — это провал. Can't Stop the Flop не может остановить. Неудача, провал. Там, стоп, то есть не можешь. Типа, мол, тебя ждет неудача, провал, а ты ничего сделать не можешь. Провал не ахминь. Фанат Клауд Найн? Ну, наверное, сопернику. Вас ждет провал, и вы ничего не сделаете. Ну, пока провалом здесь пахнет от бигов. 1-6. Атака не клеится. Их очень часто давят. Да и, может быть, самим следует немного замедлить темп, разыгрывать более хитроумные раунды. Растяжкой по карте с фейками, потому что... Ну, пока биг играют так, как обычно на дасте, но мы видим, что их обычная игра не работает. Вот сейчас несколько иначе. К такому больше дефолту на старте раунда пришли. Один контроль центра, второй контроль длины. Суетили здесь, там. Нафаня собирается на Тэшку въезжать. Или просто занимает угол. Не, это двойное укрепление туннеля. Готовится к контактному выходу от бигов. Двойка опорников Б-базы. Походу, беги прочитаны. Вот-вот начнется выход. Тапсон подходит для раскидки. Что-то начинает Нафаня ощущать. Оттягивается. Полетели гранаты. Хаешка. И Нафаня прячется за тачкой. Интер сбатит внимание на себя. Нафаня все-таки проходит. Дальше Тимофей. Очень желательно для него сделать второй фраг. Хотя Хоббит где-то нашел Тапсон. Тут, наверное, пытался как-то сплитовать. Где этот вообще килл тут? Я, если честно, не увидел. Но все-таки сайт занят. 3 в 3. Непростой ритейк ожидает Cloud9. Но ритейк, скорее всего, будет. Или нет? 3 в 3 сейв. А спирит выбивали. На 15-13 на мажоре. Хотя они проиграли тот матч. Может, лучше бы не выбивали. Cloud9 тоже идут. У них 3 флешки. Молотов. Контролится окно. Кстати, выбивали-выбивали там. Но, опять же, в этом случае, мне кажется, это может быть ошибкой. Хоббит умирает. Надо уйти на сейв. Ну, дело в том, что 6-1, как бы, ты можешь себе позволить, если честно, засейвить, отдать 6-2. Но у тебя 3 девайса, как бы, и по сути, раунд ничего толку не меняет для команды BG. То есть, как проигрывали, так и проигрывают. Соответственно, ну, пошли и пошли. Но тут хорошо, что после того, как Хоббит погиб первым, при этом выбивании, два игрока сразу же отменили и засейвили. Соответственно, с деньгами проблем нет. Могут дать, там, может быть, один дроп, если понадобится. И, соответственно, будет полноценный бай. Ну, а вы хотели, мы хотели бы вам напомнить, друзья, что у вас есть возможность заказать прекрасное худи и одновременно помочь гуманитарные вопросы, помочь ВСУ и получить крутую кофту, да, с надписью «Мы из Украины». Ну, там дизайн, в общем, там два дизайна, по-моему, у нас было. И 50% пойдет на поддержку вооруженных сил Украины, дорогие зрители. Два длина пока у Cloud9. Будут биг туда выходить, параллельно раскидывая шорт. Этим у нас занимался Кримба Аксель. Снова-таки строго. Стоит под углом 90. Первый и почти второй килл. Но по ХП Cloud9 вышли вперед. Что дальше? Получили биги то, зачем пришли, то есть занятую длину. Какие-то зоны здесь нужны клоудам. Весьма подвижен Интерс. Пошел проверять верхнюю. Тут никого. Свободнее себя и на фане начинают на центре чувствовать. Отдав ДЛ, Cloud9 все делают по скрипту. Карта ДАС-2, то есть занимают шорт. Ну и теперь удачи вам, биг. У них, кстати, раз. Ну да, первый и второй смог. Все, необходимый минимум есть. Хоббит уже успевает. И в точку пройти. И дать ХЕ-шку. ХЕ-шку надо отметить неплохую. Зажимает у нас на фане. ФАМАСи патрона заканчивается. 30-29. Накидывается флешка. Возможно, под нее кто-то будет открываться. Нет. Это просто флеш на выигрыш времени. Позицию Шира здесь же спалили. На фане все-таки падает на просвете. Хоббит в сайте. Подключается. 17-16 секунд. Наскакивает на Тапсон. Но тут факт, что Хоббит был в прыжке. Ничего не позволил сделать. Здесь Тапсон еще один строгий хэт. Третий раунд для пик. Есть. Насколько все-таки для них важна длина. И насколько все-таки странная в каком-то смысле карта ДАС-2. Потому что Биг заняли длину. У Клоуд Найн было 4 человека по ДА. И они все равно не смогли этот выход принять. Просто потому, что Делл настолько важен здесь, по всей видимости. Хотя и Интер в свое время на Темку поджал. Все у Клоуд Найн было для приема. Но может быть все, кроме плотного пула гранат. И все равно Биг отстрелялись. Еще и втроем выжили, что тоже интересно. То есть четверка заходила на четверых опорников. И три все равно игрока атаки ведут следующий раунд с хорошей экономикой. Вкатываются, вкатываются. Ну такое на самом деле бывает. На Дасте 2 уже не первый раз мы видим, как большинство атаки там без прикрытия, без поддержки Зига, без медла. Просто проходят через лонг и казалось бы их смотрят. Но защита действительно ничего сделать не может. Хотя казалось бы, почему. То есть там из плента можно и нашить смоки, и коктейли, или хаешки там откидывать. Под флешки пытаться как-то ворваться. Но в итоге, судя по всему, у атаки действительно есть небольшое, но преимущество. Тайм-аут от Клауд Найн. Счет по-прежнему в их пользу. Но, соответственно, теперь с деньгами напряженка. Один авик от Широ засейвлен и все остальные юспами. И, судя по всему, с этими юспами они и останутся. Публика все еще наполняется людьми. Был прописан тайм-аут. Уж простите, не знаем от кого. Ну да. Одного АВП. Будут сейчас отыгрывать попадание Панафане. Несмотря даже на отсутствие армора, попадание не смертельное. Снова подсаживаю Тизиана на ящики в банке. Но такое работает, наверное, один раз. Хотя в прошлый раз, когда Тизиан дал отсюда фраг, поджимал Аксель. И теперь Хоббит. Он, может, не в курсе, что этот буст используется. Но видел. Видел он и сам подсадку. Тизиан его заметил. Что же у нас происходит на темке? А здесь Широ. Теперь задача для него должна быть уйти. Для этого, наверное, Аксель сейчас идет на мид. Отвлекает внимание. Широ, наверное, хотел его, может, разменять. Но не получилось. Там Широ все еще в центре. А в этот момент раунда пик прорывает в ленок. Опять же, они поняли, что там Юспы, если не понимали до этого. Осознали, что нужно просто нарастить. Аббатак Широ-то успел пройти на шор. Там же его подсадил тиммейт. Интерс пока морозится в смоках. Еще один фраг от Широ за мгновение до того, как Молотов все-таки до него догорел. Два в два. Проблемы действительно имеются. В этом антиэко-раунде от БИГ. Тапсон откинул Молотов. Благодаря этому на фане его пикнуло, если бы не Сирсон. Как все могло бы получиться? Черт возьми. Сначала БИГи у нас по старту почти выиграли раунд с глаками. Сейчас едва ли не то же самое удалось сделать. Почти удалось сделать Cloud9. У них, правда, был авик. И вот Айвек как раз тут три фрага сделал на минуточку. Посмотрите на это. О, почти не считается. Да, по экономике это прям удар. Прям в пах. Ну, Тапсон рад! Тапсон рад. И это тоже правильный настрой, потому что ты можешь думать о том, что на эко... О, боже, мы потеряли 4 девайса, это не очень хорошо. Можешь думать, черт возьми, мы все-таки его взяли, а могли-то слить. Красавчики, красавчик Сирсон. Психология. Ну, мы продолжаем при этом смотреть встречу. Пять раундов у нас до конца первой половины с Тапсон и компания. Все так же быстро занимает мидл. И вот мне кажется, одна из проблем, почему, собственно, С9 стали отдавать раунды, это то, что, ну, все-таки за мидл стоит побороться в нынешних реалиях. Как на современном Дасте, когда мы часто видим врывы в Тэшку, или игрок с Эмкой туда заходит, или Авик. Он часто за КТ любит пушить, но ничего подобного от С9. Просто дефолт. И к этому дефолту, конечно, биги сумели адаптироваться. Но отличная игра от Интерза на Зайчики. И, собственно, Хоббит круто выходит из КТ спауна в смок. Ребята, поэтому вдвоем справляются со всем выходом. Кримба последний на Б-планете, но бомба на центре, и шансов Кримба практически не осталось. И вот еще важный момент. Контр-меры от Клоуд Найн в случае, если биг резко раскидываются и выходят в мидл. Тайминг хороший для Хоббита. Есть что предпринимать. Итак, в прошлом раунде 4 потери было от бигов. Сейчас они не поставили бомбу. Внимание, вопрос. Символизирует ли это экономически, или хотя бы 2к раунд сейчас? Узнаем. Может, красиво сел за этими ящиками перед дверью. Какое-то название у них есть, но позабыл. Ну, ладно, не 2к. Бай здесь, в принципе, неплохой. Снова подсадка на С-58 для Сурсона. Плотно раскидывается банка, поджимается верхняя. Найс, Галила не пошел спрей. Плюс ко всему поджималась и нижняя, и даже сделай Кримба этот килл. Его бы спокойно разменивали. Шикарная Хаешка. Вносит урон по трем игрокам, по двум довольно серьезный. На фане уже в центре, по идее, вся инфа собрана. Клоуд Найн. Дело за малым. Принять заход. Теперь намного подвижнее в этом приеме действует Клоуда. И Хоббита подсаживают. И Аксель дает свой фраг. Все хорошо на Дасте. Закрыто. 8-4. Становится счет. 9-4 потенциальный. Плюс ко всему без потерь. Для Клоуд Найн. Друзья, расшифруйте этот мем. Что он значит? Почему Кейдиан... Почему лицо Кейдиана на... В С. Непонятно. А раунды-то продолжают Клоуда набирать? Так, Константин почитал подготовленные материалы, скажем так, перед этим матчем. И теперь пытается ребятам рассказать, а что же еще могут сделать Биги. Ну, а с другой стороны, тут опять же Губи, который, судя по всему, больше поддерживает команду в моральном плане. Простит их не сдаваться и, собственно, делать свою работу. Но опять же, даст карта довольно в этом смысле специфическая. Если Биги еще 1-2 возьмут, в принципе, счет будет вообще отлично для них. Можно будет и дальше играть. Но пока... Глоки. И Широ, который развлекается на центре. Килл раз, попадание по второму было и прекрасно это Дмитрий понял. Хоббит. 14, 15, 16. На 6 статистика я имею в виду 17. Еще один квадро от Хоббита. Еще один для команды Клоуд Найн. И теперь Абая. Так, наверное, будет корректнее выразиться. Еще раз. Для Хоббита момент вполне себе рабочий. Тут Молотов залетел. И давай, нашибать с этого Юспа по дыму. В мистовстве просто. Абай. 9, 4. Не так, конечно, хорошо идет карта до DAS 2. И в чате там уже начинают писать. А разве DAS это не лучшая карта команды B.I.G.? Да, но... Нельзя забывать, что играют они против Клоуд Найн. Как, знаете, как говорится. Если вы убиваете дракона, вы становитесь драконом. Так и тут. Если ты убираешь в B103 лучшую команду в мире, ты становишься лучшей командой в мире. Ну, на данном конкретном мире, конечно, не Аверл. И все же. Тизи она уже штрафует на банке. 15 хп у него. С проблемок начинается этот раунд. Гляньте вообще на радар. На B3 игроков в Клоуд Найн. Причем это не 2 плюс 1 в центре. Это реально 3 игрока треугольником, который больше характерен для Аплэнта на Мираже. Но здесь на B, на Дасте готовы принимать заход. На тачку никто, конечно же, не смотрит. Немного заскакивает Хоббит. Главное, на фане здесь не отъехать. Но как же... У него повело спрей. Как это вообще возможно? Стоять втроем на B. И все равно разменяться в минус. Причем в настолько глубокий минус. Ума не приложу. Не имею идей. Но понятно одно. 5 раунд берут. И вроде сейвится смысла нет. Но позиции настолько плохие. Что ни о каком ретейке. Ну, то есть какой ретейк. Подойдут к Темке. На самом деле отстрелить надо. Да. Надо, понятное дело, в первую очередь, акцентировать внимание на отстреле. На ставку штукерков атаки. Потому что там авик можно выбить, естественно. И напоследок тогда будет... Чуть ли не Галилы Калаши у команды BG. Широ замахнулся. Его пытаются откушить Тизиан. Широ сделал свой минус. Сирсон, Аксель сделал килл. Мы все поняли. Очень правильно. Ребята из C9. Ими сделали все четко. Но Сирсона не забрали. Он все-таки с авиком. А с другой стороны у него 3500. У тиммейтов плюс-минус так же. Он даст дроп. Но вот не у всех будет нужное количество гранат. И может быть даже Галилы мы увидим напоследок от EG. 9-5. Просматривает Сирсон центр карты. Все. Довольно спокойно, стандартно. Лоуд Найн. Сразу два молота выгнали на банку. Но по-моему Биг, получив парочку неудач, вообще не горят желанием выпадать туда сразу. Вообще сейчас от этого, ну так понемногу команда отходит. Реально тяжело. Даже имея неплохие респы. Занимать длину на тир-1. Просто наскоком. Очень серьезные контрмеры. Замечает Широ запрыгивающего на ящик противника. Но килл был сложный. Сурсон вместе с Кримбой идут на вычисление B. На окошке кто там игрок номер 8? Это на фане. Его щелкают. Интер старается не палиться. Разворот. Что творит Сирсон? Это явно не та форма, которую он нам показывал на карте до Уверпасс. Мог попасть еще и по Хоббиту. Снова большинство для Биг. При занятой Б-базе. Сирсон получает Хаешку, но по-прежнему живет. Въезжает. Хоббит из последних сил дает 2 килла. Из П-250. Тапсон играет через Фейк. Думаю, что сейчас кто-то еще попытается повторить успех Хоббита в этом раунде. Но нет, на Фейк никто не ведется. Так что устанавливается бомба. Кушира 28 хп. Вся надежда на Акселя. Который пойдет через верхнюю темку. Кушира решили задавить. Он все-таки падает. В мидле больше никого нет. Инфа об этом собрана. Аксель понимает, что шифтить здесь никакого смысла нет. Открывается. Небает. Шестерка. Все-таки в этой атаке есть. Возможно, Биг рассчитывали и на больше. Но что? Майма то майма. Шо мая? Вот они, ребята из Cloud9. Но мы бы хотели вам, дорогие зрители, в который раз напомнить о том, что Мейнкаст вместе с украинским сервисом Донателло собирает помощь на поддержку ВСУ или для решения гуманитарных вопросов. Обязательно кликайте по баннеру снизу под твичом и давайте поможем друг другу в этой тяжелой войне вместе. Баннер по трансляции ждет вашего нажатия. Сделайте это, как Хоббит зажал по шорту. Вот какие впечатления? Впечатления от первой половины вполне окей. И Cloud9 были готовы, хотя полтора месяца DAS-2 не играли. Но и B.I.G. все равно под конец нашли возможности для заходов на B. Так что теперь нужно блеснуть своей защитой. Ну и желательно бегам, конечно, выиграть пистолетный раунд. Напомним, что первую карту Биги у нас взяли, так что выиграют вторую и проходят в гранд-финал конца. Проигрывают, но и тогда будет третий решающий D-Anion. Довольно плохой для Биг, но и терра-инкогнито, такой неизведанный немного от клоудов. Так что уходим на перерыв, увидимся через 2 минуты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА